Приветствую вас на очередном заседании фингтэм группы Спандау. Сегодня у нас в гостях Арманжан Байтасов, которого не нуждается представление, который совсем недавно сделал очень мощный ряд громких заявлений, в частности о том, каких принципов поддерживается Казах Ньюс, о том, что у нас есть проблемы с информационной безопасностью. Я увидел, что хорошо освещается противная точка зрения, но достаточно ли этого для того, чтобы находить объективную истину, как было заявлено? Потому что для объективной истины важно не только отразить противные мнения, что тоже немаловажно, но и проверить, насколько факты достоверны, насколько логика лежащей интерпретации этих фактов, допустим, последовательно внутренне непротиворечиво. Это все, конечно же, нуждается в обсуждении. Это очень большой вопрос. И понятно, что объективный исторический смысл глобализации существует, никто от него не отказывается, это глобальное накопление информации, но при этом этот процесс не свободен от национальных узкогрупповых интересов. И мы видим, что сталкиваются разные совершенно культуры. При этом понятно, что сама глобализация не предполагает уничтожение этнических культур. Но, к сожалению, то, о чем мы говорили, в отношении национальных интересов, национализма, о котором говорят, что возрождается в России или в Казахстане, накладываются отпечатки. И порой мы видим, что речь идет не просто о разнообразии, а о информационных войнах, о том, когда, по сути дела, при помощи информационно-комбинационных технологий создается не просто реальность, скажется, но и порою конструируется. И мифотворчество сегодня превращается в мифологию будущего целых народов, как в этом мы видим, допустим. И очень важно информационную безопасность, ее правила соблюдать. Информационное пространство Казахстана реально в этом отношении нуждается в такой защите. Но вопрос, в чем защита? Должны ли мы ограничивать доступ к средствам массовой информации, в частности к российским средствам массовой информации, о котором беспокоится Арман Джан. И вот Ирланд Скоребеков тоже, как его возможным приверженец, целый укладчик в данном вопросе, да, он нелегко поддерживает это ограничение доступа, в частности к российским средствам массовой информации. Насколько это правильно? Может быть, намного правильнее народно располагать к логике, к фактам, научный подход, проповедовать, что мы и делаем всегда на нашем фингтинг-клубе Аспандалу. Почему мы считаем, что без научной открытости к фактам, к логике, без вообще этого принципа научного открытости невозможно прийти к политическим компромиссам. Мы же видим, да, что если есть политические пристрастия, какие бы ни были факты, тем хуже де-фактов, да, их игнорируют, их подбирают совершенно субъективно, да, и выстраивают по-любому, и навязывают истину, да, а не открывают совместно истину, да. Новости должны находиться или создаваться, да, реально должны отражаться или придумываться, да, как бы, и в этом отношении можем ли мы уберечься, мы, в смысле, граждане, средства массовой информации, независимые от игнорирования фактов, от их субъективного выбора, в частности, казах Ньюс, насколько вот он свободен от такой проблемы, да, игнорирование фактов и субъективный подбор этих фактов, допустим, да, как бы, и насколько способны эти наши независимости мы не существовать без госбюджетов, да, вот, ну и, понятное дело, я не знаю, вопрос, наверное, можно на него не дойти, это насколько наши люди, аудитория, да, готовы, да, к тому, чтобы быть открытым фактом, и я хотел напомнить, что у маркетинга, да, у маркетинга, у пиара, да, у рекламы, да, все-таки есть одна важнейшая функция, да, не только соответствовать, да, потребностям, да, спросу, рыночному, но и развивать его, да, формировать его. Я хотел бы, чтобы, как бы, Ерможа Батас, как представитель медиасферы, да, как бы, и всех остальных, но здесь присутствует, и пиарщик, и все, кто с радостью, как бы, влияние на честное мнение, было понимание того, что не только адаптироваться к честному мнению, но и формировать его, развивать его, потому что развитие тоже важная функция маркетинга, да, и пиара. По моему ощущению, Казахстан, конечно же, ни в какой состоянии информационной войны не находится, я не слава богу. Просто мы видим те ситуации, которые происходят в России, наш ближайший сосед, партнер, друг. И начинаем вдруг понимать, это буквально, мы говорили об этом давно, что очень активное проникновение на территорию Казахстана идет российская масс-медиа, но об этом говорили, как бы, скользко, но идет и идет, и как бы, и только сейчас по-настоящему начали понимать, о чем идет разговор, и насколько идеология, которая идет действительно от России, насколько масс-медиа сильно влияет на формирование общественного мнения, и это уже не играет, не просто какие-то слова, которые говорили в основном медийщики. Казахстан был и остается достаточно либеральным в отношении масс-медиа. И, может быть, именно из-за этого произошло достаточно активное, серьезное проникновение российских СМИ. Никто никогда не ограничивал, и я тоже никогда не говорил о том, что нужно ограничивать присутствие российских СМИ. Наоборот, вот, я не знаю, это может быть не очень модное сейчас слово, я держусь либеральных ценностей и считаю, что чем мы больше открыты миру, тем это лучше. Мы должны знать мир, не бояться его, идти в ногу с теми общемировыми цивилизационными трендами, которые существуют в целом на планете Земли, в целом, с которым сталкивается человечество, идти в шаг с этими тенденциями, а ни в коем случае не ограничиваться, не закрываться. Но в то же время, когда мы работаем на рынке, мы должны понимать, что условия тогда тоже должны быть одинаковые. То, как вы помните, условно, там телеканал ОРТ, до сих пор у него рейтинг номер один в Казахстане. Само собой, ни у кого в голову никогда не приходило, что телеканал ОРТ тоже вещает на территории Казахстана, пользуется нашей территорией, нашими передатчиками, вещает на нашем населении, но не соблюдает закон о языках 50 на 50. И уж тем более не соблюдал закон о ограничении ретрансляции. Это же прямая ретрансляция была. То есть на рынке всегда появлялись какие-то перекосы. И вот об этом говорил, о том, что либо нужно сделать единые правила для всех, чтобы все находились и работали по единому масштабу, по единым стандартам. То, что касается казахстанских СМИ, вот там дальше продолжаем вопрос информационной безопасности, к сожалению, из-за того, что были вот такие неровности, и они до сих пор на сегодняшний не существуют, к сожалению, оказались не очень рейтинговыми, так сказать, не очень зрелищными. И мы со временем утратили, ну не то чтобы связь населения, связь со своей аудиторией, но мы утратили рейтинги. И это сказывается по всем фронтам. Сегодня мы понимаем, что больше населения смотрят российские шоу-программы. Вообще без разговоров мы понимаем, что наше производство кинофильмов, телесериалов не заполнить ни в коей мере объемы того телевещания, которое ведут казахстанские телеканалы. Это тоже понятно. Ну и понятно, что и новости мы смотрим на самом российском. И в этом плане, конечно же, есть прямая опасность того, что мы отдали наше информационное пространство на откуп другому государству. Как бы я выходил из ситуации? Ну, в первую очередь, наверное, я бы очень внимательно пересмотрел бы все государственные СМИ, куда тратятся деньги из госбюджета. Еще раз пересмотрю, очень внимательно. Нужно или не нужно. Второе, я бы четко тогда бы разграничил, если деньги получаются из госбюджета, тогда чтобы они, телеканалы и масс-медиа, не мешали работать на рынке прямой рекламы. То есть разграничить это, потому что есть телеканалы, которые получают деньги из госбюджета и осваивают их, они выполняют информационную политику государства. Это тоже очень правильно. Это очень нужно. Казахстан большой. И нужно действительно доставлять газеты до каждого отдаленного уголка нашей страны. Само собой, не каждая частная дебюта себе это позволит. Поэтому государство информационная политика должна присутствовать. Но если эти деньги получаются из госбюджета, то не совсем правильно, когда они выступают еще как конкурент на рекламном поле. А рекламное поле нужно тогда отдать все в частный сектор. И кто не получает деньги из госбюджета, тогда тот спокойно оперирует, работает на рынке рекламы. Вот. И те деньги, которые высвободятся, то я сориентировал бы в первую очередь так, что нужно, скорее всего, это все направлять в создание собственного контента, своего контента. У нас в стране СМИ рассматривают спорта как инструмент влияния олигархических различных группировок, которые они поигрывали и надлежат. В связи с этим наша власть им, конечно, в первую очередь, что сделала, это отрубило все возможности для их усиления. Чтобы избежать тех же самых информационных войн, которые были в России. В связи с этим различные это и 50 на 50, это запреты рекламы, допустим, алкоголя, табака. Это один из самых крупных рекламодателей, насколько известно. Так как власть у нас 20 лет боялась информационных войн внутри Казахстана, соответственно, она, конечно, в информационных войнах, которые выйдут извне, она оказалась не сильно подготовленной, и единственный инструмент у нее это только рубин. То есть, что мы видели с блокированием сайтов и так далее, и так далее. Если говорить глобальное информационное поле, здесь земно доминируют два игрока. Это транснациональные медийные структуры и транснациональные социальные сети. То есть, основная масса – это западная повестка дня. То есть, ретранслюют в вашем западной повестке дня. Если говорить, что региональный уровень, в частности, постсоветская пространство, я 100% согласен с Армажаном Бойтасовым, что здесь идет доминирование российских сетей. Но вот если говорить внутрореспубликанский, в том числе, уровень, мы здесь не упоминаем и другой важный момент – это доминирование слухократии. Потому что я говорю о информационной безопасности, потому что почему-то в основном только акцент делают на медийных структурах. Я считаю, что информационная безопасность, в том числе, касается доверия общества к власти и к той информации, которую власть ретранслирует общество. Чтобы не быть голословным, вот здесь так часто используют понятие информационной безопасности. Вот у меня здесь есть текст для Большой Закона о национальной безопасности Республики Казахстан. Вот здесь буквально три важных момента. Что имеется в виду под обеспечением информационной безопасности? Первое, о чем говорил Армажан – недопущение информационной зависимости Казахстана. Второе – предотвращение информационной экспансии блокады со стороны других государств, организаций и отдельных лиц. И третье – вот этот немаловажный момент, на котором мы мало делали акцент. Это недопущение информационной изоляции президента, парламента, правительства и силы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстана. То есть информационная безопасность – это многослойный пирог. Мы о первом уровне поговорили. Информационная безопасность – это более-менее высокий, а высокий уровень какой-то способности местных СМИ, которые могут конкурировать как с субрегиональными, с медийными игроками, так и с глобальными. Но есть еще второй уровень информационной безопасности, о чем, кстати, в строконе говорится. Это именно эффективная циркуляция информационных потоков между обществом и властью, и внутри самой политической линии. Потому что, как показывает праздник, неадекватная реакция на многие объективные процессы в обществе, запаздывание в этой реакции, натиренные реальные потенциальные угрозы, как показали события в Шанараке и Жанузине, мощнейше ударяли по репутации самой власти. Опять же, многие стали говорить о провале информационной политики. Опять же, последняя эволюция, а потом помните паникамку банков, да? Опять подняла тему о том, что у нас не национальный банк вообще доминирует в информационном поле, не правительство, а ОБС, одна бабушка сказала. Для того, чтобы повысить конкурентоспособность казахстанского медийного поля, необходимо оказывать мощную поддержку казахстанской СМИ, вне зависимости от их принадлежности, государственной либо негосударственной. Более того, были даже точки зрения, что, может быть, госзаказы нужно разделять между СМИ не по их принадлежности, а с точки зрения их рейтинга. Я лично считаю, что здесь мы должны немножко переместить акцент на другое поле, на казахоязычной. Это нормальный демографический тренд. Увеличить количество казахов. Увеличить количество казахоязычных казахов. Поэтому именно для этого поколения... Казахоязычные СМИ. Да, нужно активно развивать качественный казахоязычный контент, поддерживать казахоязычные СМИ и его присурсы, потому что через 20-30 лет, я думаю, что здесь все-таки будет доминирование именно вот этого поля. И вот в этом плане мы можем не насильственными методами, там, запретом российских СМИ, а вполне естественным процессом сократить доминирование российского информационного поля, опять же, за счет нормальной языковой политики. Вот. Я поэтому считаю, что вот здесь как раз должен быть акцент больше на развитии казахоязычного медийного поля, тем более, что в последние годы я наблюдаю позитивный тренд в этом плане. Тут желтознародбассы, например, да? Журнал, если брать чисто вот влияние на общественное мнение, он переплюнет и хабары, и Казахстан, и там кучу государственных СМИ. Вообще, когда говорят об информационной безопасности, я вспоминаю любимый апаризм, да? Что вначале приходит священник, потом купец, потом солдат, да? То есть вначале пришли российские СМИ, которые промыли все мозги, сейчас приходит купец в лице Евразийского экономического союза, и в Сахтасан, да, как бы не пришел солдат. Успеем мы создать быстро, вот то, что вы говорили, да, конкурентно-пособное информационное поле, с учетом того, что здесь у нас две большие проблемы. Частично уже упоминали вы. Это идейный сепаратин в обществе. Общество уже расколото. Часть общества уже промыто, очень хорошо. Оно было, да, расколото, да. И второе, это деидеологизация элиты. Можно ответить, что... Я добавлю, поймите, информационная политика, это все-таки идеологическая работа, правильно? Любая информационная безопасность базируется на какой-то идеологии. Какая идеология у нашей власти, да? У нашей элиты. Я все время говорю, что если посмотреть на наш элит, вы же там не найдете классических консерваторов, социал-демократов, либералов, да, национал-патриотов. То есть я не могу их определить, идентифицировать с точки зрения идеологических лагерей. Я знаю, что это человек вот этого, да, Агашка? Это человек вот этого. То есть у них идентификация идет по Агашкам. Ну, извините, если элита у нас такая, то ожидать от нее, что она будет вырабатывать четкую, грамотную, рассчитанную, эффективную информационную политику, да, с учетом национальных интересов, тяжело. Что же происходит с нами? Почему у нас общество такое разобщенное и действительно казахстанцы, почему всегда говорят казахстанцы, не подали, а вот именно казахстанцы, мы вот такие все разные, даже события по Украине, нас готовы разорвать там на части, там по разной стороне баррикады развести. Наша национальная идея лежит на поверхности, она очень простая, и она там способна объединить, и она объединяет, просто не стоит ее, может быть, не ретранслирует и не поднимает еще. Национальная идея – это наша независимость, наш суверенитет, наша страна. Так получилось, что у нас получилась огромная страна, и нужно делать максимум все для того, чтобы ее сохранить и укреплять. Все, что полезно для суверенитета, ну, как бы для нашей страны, значит, полезно, ну, как бы это общую копилку. Все, что идет в разрез против, или вы сомневаетесь, что это может повредить, поступайте и говорите. Идеология – это та политическая философия, которая вырабатывается национальной. Если национальная идея не вырабатывает эту, естественно, она безоружна. Когда мы говорим о информационной войне, на самом деле мы доведем речь именно об идеологической борьбе, по большому счету. Почему? Потому что, когда мы говорим о национальной идентичности, о гражданской идее, мы на самом деле говорим же о социальных общностях. А они, как таковые, в абстракции существуют только в виде государства и идеологии, которые государство несет. У нас сегодня нету светской идеологии. То есть я считаю, что раньше, допустим, мне просто потряс тот ролик, который, по-моему, Анатолий показал, как наши казахи, казахоязычные казахи в Сирии воюют за исламское государство. И меня поразило, почему такое происходит, почему из Казахстана такое возможно. А потому что реально у нас нет светской идеологии. Сегодня, хотим мы, то не хотим, но морально-нравственные постулаты, которые заполняют духовное пространство в душе у каждого человека, сегодня отданы на откуп как бы религиозным течением. И они обязательно будут использованы иными государствами, всех державных, в этой информационной борьбе. Обязательно будут использованы и уже используются. Нельзя, чтобы только религия монополизировала право на духовность. И иные позиции, в том числе и атеизм, тоже могут быть не менее духовными, когда видят мир единым, а не раздельным. Я считаю, это очень важно, чтобы этот аспект информационной безопасности мы соблюдали. Коллеги, надо различать информационно-технологическую безопасность, это технические, все прочие каналы, связи, все прочее, и информационная безопасность. Информационная безопасность, это реально проблема какая? Когда есть какое-то культурное ядро в той или иной социальной обществе, есть какая-то ее ценностная ориентация, которая составляет ее идентичность, национальную, гражданскую. И когда какие-то чужеродные элементы, при этом не основывающиеся на действительности, а придуманные, внедряются в нее, тогда возникает реально раскол этого ценностного ядра культуры. Люди начинают терять идентичность. И проблема схемеры украинской, она же не только в том, что Россия не хочет признавать за Украиной какую-то единую социальную окнасть. Проблема в том, что там реально есть проблемы, ну, разнородности, допустим, общества, и отсутствие какой-то ясной, какой-то общей идентификации. Уже сам по себе народ, как абстракция, допустим, его представляет только государство, там, правительство, да, и мы хотим, то ли не хотим, все равно, против представленной какие-то элиты, да, народ, ну, их мнение конкурировать. Да, да, да. Да, да, да. И в этом отношении, как бы, ну, демократия ничуть не лучше, и затем будет конкуренция ритм. И говорить так, это все равно, что вот признавать, что мы, как бы, мир непознаваем. Каждый раз истина, да, она, естественно, будет относительная, да, она, естественно, будет только приближать нас к абсолютной истине, да, но, но, тем не менее, да, тем не менее, это же, истина же имеет объективную ценность. То есть наиболее приближенное состояние к факту, то есть, соответственно, знание и представление действительности является ценностью, независимо ни от чего. Когда мы говорим всегда, ребята, не существует объективной истины, да, это большой шаг к тому, что мы можем провалиться, провалиться туда, где мы уже никогда не найдем согласия. Если мы уйдем в агносицизм, то там недалеко и до прагматизма, а там уже и цинизм реально смотрит на нас. А когда будет цинизм, ребята, не о чем говорить, обменяться информацией бесполезно, потому что каждый останется при своем мнении, и будет война. Не только информационная, но и на физическом бурне. Мы хотим, чтобы объективные ценности не позволили нам разъединиться, да, благодаря им, чтобы мы были все-таки объединены при всей радости и мнении.